Здравствуйте, ребята! Вы на канале Медицинского Психолога. Здесь про натуропатию и про здоровье. Сегодня говорим про ходьбу, пользу ходьбы. Многие не знают, что ходьба это природный способ работы с сердцем, работы с давлением, работы с восстановлением. И очень-очень многие думают, что ходьба это вообще просто-просто какая-то ерунда. На самом деле, именно при ходьбе нормализуются биоритмы. Нормализуются окислительно-восстановительные процессы. То есть, как вам объяснить, это по-простому разгрузка организма. Даже если вы не занимаетесь физкультурой и у вас есть какие-то жизненные проблемы, это можно изменить. Ходьба это универсальный способ работы с ментальным здоровьем. Почему? Пока вы ходите, вы дышите, где были закупорки, где не хватало кислорода, где были дурные мысли в голове, это все при ходьбе нормализуется. То есть, пока вы двигаетесь, ваше сердце работает лучше, ваша голова работает лучше и все у вас происходит классно, здорово. И, соответственно, вы освобождаетесь от лишнего. Напоминаю, ходьба полезна для сосудов, для суставов, для кровообращения, для нормализации эмоционального состояния, для восстановления многих процессов. То есть, когда мы двигаемся, когда мы занимаемся скандинавской ходьбой, это все улучшает супер наш кровоток, восстанавливает нас и дает нам возможности отлично себя чувствовать. Отлично себя чувствовать. Поэтому передайте это видео тем, кто еще думает ходить вам, не ходить вам. Напоминаю, что ходьба улучшает и кровоснабжение, и дает энергетический запас. Я знаю людей, которые страдали паническими атаками, которые пили там всякие таблетки от давления, и они просто начали ходить. Так же, как и человек, просто начал соблюдать суточную норму белка, начал следить за водой, начал следить за туалетом и так же начал двигаться. И представляете, тело такое говорит, о боженька, я вообще в раю, я в раю, ребят. И, соответственно, вы тоже можете делать так, чтобы ваше тело было в раю. Поэтому, если есть желание, делайте не только 10 тысяч шагов, делайте больше, насколько вам это позволяет ваш организм. Поэтому, ребята, пишите вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!